Яркое солнце, легкий бриз, запах диких трав и величественные горы – это завораживающие пейзажи живописной деревни Кучу-Кузень, расположенной в окрестностях Алушты. Каждый год уроженцы этого села и их потомки приезжают к родным местам на встречу односельчан. Главная цель этой встречи – сохранить память, передать ее поколениям, связать прошлое с будущим. Яркология Павел II, Руджин-Петербург, 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 Альбург, Руджин-Петербург – это прораст на встречах. Мы очень любим, що прораст лише. Раз в году этот старинный парк в деревне Кучу-Кузень оживает. К родным местам спешат те, кто родился здесь до ссылки, чьи сердца долгие годы питала любовь к родной деревне. Сегодня они рассказывают детям и внукам о трагических страницах истории своего народа, вспоминают своих молитвы сильных и благородных предков, переживших депортацию и многолетние скитания вдали от родных мест. До депортации в селе Кучу-Кузень проживало 2500 человек. Это были преимущественно крымские татары, которые отвечали своим трудолюбием. На весь Крым славились ухоженные, богатые урожаем сады и табачные плантации Кучу-Кузеня. Кучу-Кузень оживает. Сегодня вернувшиеся на родину выходцы из Кучу-Кузеня встретились со знакомыми и родными, окунулись в прошлое, делились воспоминаниями о счастливом и беззаботном детстве. Разбросанные по разным уголкам Крыма, они бережно хранят историю родного села. Крыма, Крыма Крыма, Крыма Встречи односельчан важны не только для тех, кто родился в этих местах. Они нужны подрастающему поколению, ведь здесь, говорят на родном языке, делятся воспоминаниями. Крыма, Крыма, Крыма Крыма, 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 Крыма Крыма, 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 К